Всем привет, меня зовут Данил, мне 20 лет и это мой путь в 3D. В этом ролике вы узнаете, что такое 3D моделирование, какой софт лучше выбрать новичку и почему, от моей первой работы до последней в плане моделирования и мой опыт работы в целом. Начнем с азов. Что это вообще такое, это ваше 3D моделирование? 3D моделирование это процесс создания трехмерных объектов и сцен с помощью специальных программ и инструментов. Этот процесс может быть использован для разработки различных визуальных материалов, таких как игр, фильмы, анимация, виртуальные туры, архитектурные визуализации и так далее. То есть там очень большой список. Почему я выбрал 3D моделирование? Ну, во-первых, это творческое занятие, которое позволяет создавать уникальные объекты и сцены с помощью специальных программ и инструментов, то бишь, Blender, Maya, ZBrush, ну и так далее, их много. Второе. 3D моделирование может помочь вам развивать свои навыки работы с компьютером, творческое мышление. Третье. 3D моделирование может открыть для вас новые возможности карьеры, так как этот навык широко используется в различных отраслях, таких как архитектура, игровая индустрия, фильмы, визуальные эффекты. Кстати, много кто из магазинов заказывает 3D визуализацию их объектов для увеличения продаж, но это больше к фрилансерам относится. Четвертое. Большое и дружное комьюнити. Кстати, на личном опыте было это проверено, оно реально большое и реально дружное, не раз меня выручало. Теперь давайте перейдем к моей первой работе. Это бестекстурный колодец, который я сделал в программе Maya. Я обучался использованию этой программы на курсе, который фокусировался на ее интерфейсе и общих принципах 3D графики. Ведущий этого курса был профессионалом в области эффектов кино и постоянно упоминал, что Maya хороша для этого, ну и для всякой анимации. В следующих курсах он обещал, что обучит всему этому. Я хотел немного другого, больше упора в игры и визуализацию. В то время на русском языке было очень мало хороших курсов и информации по Maya. Поскольку я не очень хорошо владею языком, английским языком, а также не хотел работать в кинематографии, я решил искать другую программу. В итоге я нашел Блендер и решил его выбрать. И сейчас я расскажу вам, почему это было хорошее решение. Блендер является профессиональным программным обеспечением для создания графики и анимации, которое предполагает множество функций и инструментов для редактирования, создания и рендеринга 3D сцен. Он позволяет создавать реалистичные изображения и анимации с высокой точностью детализации. Блендер имеет большое комьюнити, потому что эта программа является бесплатной и с открытым исходным кодом. Это означает, что каждый может скачать и использовать его, а также вносить свой вклад в развитие программы. Это привлекает многих разработчиков, которые хотят улучшить и добавить новые функции в программу. Также благодаря открытому исходному коду у Блендер есть огромное сообщество энтузиастов, которое разрабатывает различные плагины, дополнительные утилиты, которые помогают делать работу Блендера более простой и удобной. Благодаря этому у Блендера есть огромное количество ресурсов, которые можно использовать для улучшения своих навыков и работы с программой. Также у Блендера есть активное сообщество на форумах и социальных сетях, где люди обмениваются опытом, делятся своими работами и предоставляют друг другу поддержку. Все эти факторы способствуют росту комьюнити Блендера и делают его одной из самых популярных программ для 3D графики. Блендер, как и другие 3D программы, имеет встроенные функции для работы с физическими системами, такими как силы тяжести, упругость и трение. Однако Блендер отличается от других программ тем, что он имеет более продвинутую систему физических эффектов, которая называется Blend Game Engine. Эта система позволяет создавать реалистичные физические эффекты, такие как столкновения, взаимодействие с объектами и так далее. Она также позволяет управлять игровыми объектами и создавать интерактивные игры. Поэтому Блендер часто используется для создания игр, фильмов и других анимационных проектов, когда необходимо работать с физическими системами. Благодаря вышесказанному, Блендер стал занимать лидирующие позиции у работодателей и больших фирм. И уже зная только Блендер, можно идти работать на фриланс, а то и на фирму. Дальше немного подучить другие программы для работы. И вот уже ты настоящий 3D артист в хорошей студии. А теперь перейдем к моей первой работе, но уже в Блендере, не в мае. Я открыл первый урок на ютубе с большим энтузиазмом и горящими глазами. Это наверное как и у всех многих был пончик. Я его переделывал раз 10, потому что у него были какие-то странные баги с глазурью. И я не понимал как работают инструменты. В плейлисте с этим пончиком было около 150 видео. Я думал, ну вот сейчас я их пройду и как стану супер крутым специалистом, как все меня возьмут на работу. Но уже на 10 видосе я понял, что мне нужно делать что-то другое. Я стал что-то делать свое, я уже не помню, что там я стал делать. И гуглить каждый свой шаг. Ну прям в буквальном смысле я начинал что-то делать, понимал, что я этого не могу сделать. И я лез в гугл. Ну и соответственно, когда я понял, что я вообще ничего не умею оказывается, я начал думать, какой же платный курс мне пройти. И мой выбор пал на курс самолет от Кайна. Ну от студии Кайна, от школы Кайна. Там делаешь такой самолет и корова в нем. Вот может кто знает. Проходил я его около 20 дней. И после его прохождения я думал, ну все, теперь-то точно я самый крутой 3D-шник вообще на всем белом смете. И стал делать свой микрофон, на который я сейчас записываю. И я опять воткнулся в свой потолок знаний. Я просто его пробил, мне кажется, этот потолок. Ну, не суть. Оборачиваясь назад, я понимаю, что я делал все криво и косо. Я про микрофон. Но со стороны это выглядело нормально. Сейчас я не буду вас грузить своими ошибками. По итогу, завершив его на 90%, я понял, что не умеет текстурировать. И решил пройти курс по сабстенсу. Кстати, маленький отрывочек из прошлого я сейчас сюда вставлю. Он примерно будет 2 минуты идти. Кому не интересно, что я там говорю, можете промотать. Но там я чуть-чуть делюсь информацией. Кто хочет, тот послушает. Так. Сейчас у нас октябрь 2022 года. Среда, 19-е. Я тут понял, что для того, чтобы продолжать моделировать, мне нужно осознать, понять, научиться правильно текстурировать свои модели. То есть, моделить я примерно что-то там научился, криво, косо. Посмотрел. То есть, я выбирал несколько... Я выбрал несколько курсов. Сначала я делал что-то там, какие-то человечки, лего-человечки. Когда я начал делать лего-человечка, я понял, что это какая-то херня. Мне не нравится делать лего-человечка. Плюс у меня там кое-что не получалось. Я психанул. Убрал этот курс. Начал смотреть дальше видосы на ютубе. Видосы на ютубе начал смотреть. И там один тип, который уже вроде как немножечко научился... Точнее, умножечко научился моделировать, делать видосы на ютубе по этой теме. И он говорил, вот там, с чего я начал мой путь. И он проговорился о школе Кайна. Там текстурировали самулет с коровой. Я подумал, что это неплохое начало. Он так хорошо эту школу расхваливал. Я зашел в интернет. Посмотрел, сколько стоит курс. И офигел. Я его прошел. Этот курс научил меня моделировать плюс-минус нормально. То есть, ну вот, это первая модель после самулета. Это первая моя модель. Это мой микрофон. То есть, вот я смотрел на микрофон на свой и моделировал его. Да, он немного вытянут. Пропорции неправильные. Это первая модель. Вот эти штуки... Все это тут неправильно. Выглядит плюс-минус нормально. Если показывать другому человеку, не... Тот, кто не видит мой микрофон, может быть, еще и пойдет. Я его почти завершил. Мне осталось сделать заклепки. Некоторые рычажки. И тут я понял, что мне нужно ведь его еще и затекстурировать. Потому что в таком виде его показывать, ну, блин, смысла нет. Ну и что, это какой-то пластик. Глина. Некрасиво. И тут я понял, что мне нужно научиться не только моделировать, но и текстурировать. Начал смотреть видосы. Первый мой видос, это будет вот этот видос на 30 минут. Не знаю, сколько это время не займет. Возможно, это вообще останется у меня просто на диске, как... Я что-то пытался сделать. Глаза у меня упали опять на курс от Школы Кайна. По-огромному роботу. Проходил я его около двух месяцев с перерывами. Но он дал мне огромный буст и научил многому. Там отличный препод. Всем советую этот курс пройти. В итоге, когда я его прошел, я открыл свой старый проект с микрофоном. И... Был удивлен, что я его делал ну очень плохо, максимально плохо. Я потратил три дня, чтобы исправить все ошибки, которые я допустил в предыдущий раз. В это же время я искал работу на фрилансе или в студии. И хотя у меня было нулевое портфолио, ко мне поступило несколько откликов. И из-за недостатка опыта я не знал, какую цену мне устанавливать и в какие сроки я могу выполнить мои заказы, которые были отклики во фрилансе. Забегая вперед, мне кинули вот такое тестовое задание в фирму, а взяли ли меня на работу или были ли у меня заказы с фриланса спустя 4 месяца обучения в блендере. Какими аддонами я пользуюсь, вы можете узнать в следующем ролике или по ссылке в моем телеграм канале. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике.